Утро в Петербурге продолжается и уже в эту субботу, 14 октября, один из самых роскошных дворцов России, Юсуповский, станет героем масштабного проекта телеканала Санкт-Петербург «Ангелы и тени Юсуповского дворца». Нина Кукурузова, Владимир Машков, Николай Буров, Ольга Таратынова, Юрий Александров, Филипп Янковский, Максим Аверин и многие другие ученые, деятели культуры, откроют портал многогранный, загадочный и ослепительный мир дворца, для которого 2023-2025 годы являются юбилейными. Сто лет назад бывшая резиденция знаменитой династии перешла в ведение управления научных учреждений по Государственному музейному фонду. За эти годы дворец прошел вместе с городом и страной сложный путь, направленный на сохранение культурного наследия и превратился в центр притяжения для петербуржцев и гостей северной столицы. И вот о предстоящем масштабном специальном проекте мы поговорим с его создателями. У нас в гостях ведущая Александра Мымрина, выпускающий редактор Николай Корнеев. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Александра, ведущая программы «Культурная эволюция». Николай, наш коллега, с программы «Утро в Петербурге». Вот такой творческий симбиоз лучших кадров, насколько мы понимаем. Друзья, династия Юсуповых насчитывает несколько сотен лет ее история. «Дворец на мойке» — это тысячи квадратных метров, это десятки залов, это произведение искусства, смешение стилей, мебель оригинальная. Всего этого хватит на целый сериал. Как же вы хотите уместить этот материал в один эфир? Ты уступаешь мне? Да. Мне на самом деле само интересно, как это мы сможем уместить в один эфир. И, собственно, увидим мы это уже совсем скоро, в субботу, 14 октября, в 15.10. Еще раз стоит напомнить нашим зрителям, подключайтесь. Но мне кажется очень важным, что вы упомянули именно сериал, потому как семья Юсуповых, их судьба, их биография — это действительно готовые сценарии для сериалов. Причем, какой жанр этого сериала может выбрать каждый автор, если он возьмется когда-нибудь за этот вечер? Это может быть политический триллер. Детектив, любовная история, семейная сага, мелодрама, личная история. В общем, это действительно очень-очень богатая семья во всех смыслах этого слова. И, кстати, если уж продолжать киношную тему, вот все мы знаем, что иногда перед фильмами появляется такой титр, что все совпадения случайны, все это вымышленное, все это результат фантазии сценаристов. Так вот, эта фраза появилась в Голливуде тоже благодаря семье Юсупову. Феликсу Юсупову. Да. Ой, я раскрыла тайну, наверное. Мы будем раскрывать сразу же все тайны, пускай это будет таким маленьким приятным тизером. Что касается технической стороны, да, как все это преподнести, то я представляю этот проект в виде такого конструктора. И если уже делать отсылку к династии Юсуповых, то, конечно, этот конструктор состоит из бриллиантов. Но бриллианты не драгоценные материальные, а именно бриллианты различных смыслов. То есть это будет несколько слоев, эти слои мы будем реализовывать с помощью различных визуальных ходов. У нас, правда, вот этот проект телеканала «Санкт-Петербург», такого еще у нас в эфире не было. Я даже не знаю, было что-нибудь такое реализовано на других телеканалах. В поле вряд ли. А что лично вас поражает, трогает в истории этого замечательного дворца? Я, как всегда, уступаю, потому что, когда я погрузился в историю династии Юсуповых, понимаешь, там же все-таки нужно, как господа уступали леди, поэтому только тебя. Да и женщины там всегда были сильные, и, в общем-то, многое определяли в этой семье. Меня поражает то, что дом Юсуповых — это полное отражение хозяев. То есть они не просто в этом жили, они этим жили. То есть вот есть выражение «баснословно богатыми». Они действительно были «баснословно богатыми», но все эти богатства, они не хранились где-то с закрытыми дверями, где-то в каких-то специальных сундуках. Можно в коллекции Юсуповых найти уникальные совершенно какие-нибудь костяные шкатулочки, китайские редчайшие сервизы, на которых будут действительно сколы, как на обычной посуде у нас у всех, потому как они действительно это не прятали. Где-то не откладывали на потом, на когда-то. Они жили этим здесь и сейчас. И мне кажется, что когда мы изучаем их историю, историю их бытования, очень хорошо сразу представляешь этих людей именно по-человечески. Именно простыми, понятными людьми со своими страстями, увлечениями многочисленными. Но при этом это еще и очень важные исторические персонажи, которые повлияли на многие-многие вещи в нашей стране. Вот, например, на прошлой неделе мы вспоминали дату важную для нашего города — 240 лет. Мариинскому театру исполнялось. И вот если мы окунемся в историю Мариинского театра, то есть рекорд дирижерской деятельности в Мариинском театре. Он принадлежит Эдуарду Направнику. Так вот, Эдуард Направник приехал в Российскую империю благодаря кому, угадайте? По приглашению, да? Благодаря семье Юсуповых. Да, Николай Борисович Юсупов-младший, он был большим покровителем искусств. Ну, конечно, и домашний театр, который мы сейчас видим на экране, он же по всем канонам именно был построен, да, акустики и так далее. Благодаря ему, можно все-таки, я скажу, в нашей стране до сих пор есть уникальные инструменты работы скрипичных мастеров, таких как Гварнери, Амати, Страдивари. Эти инструменты мало то, что есть в нашей стране, они до сих пор звучат, и один из них даже будет звучать в нашем эфире. Ну, несколько экскурсий предлагает Юсуповский дворец, да, каждый петербург сможет туда отправиться и все посмотреть, да. Какова же миссия нашего телеканала, и как вот физически будет организован именно телепроект, то есть это же не будет просто экскурсия по залу. Николай, это точно вопрос к тебе. Ну, у нас будет единовременно работать десятки телекамер в различных залах Юсуповского дворца, проводником по интерьерам и по смыслам будет народный артист Николай Буров. Также к нам присоединяются и другие именитые гости. Мы специально ездили в Москву, писали интервью с Владимиром Ашковым, у него сейчас такая интересная судьба, он сыграл и Николая Второго, и Распутина. И вот мы как раз расскажем, раскроем о его роли Распутина, Распутин все-таки связан с Юсуповским дворцом. Поверьте, вот когда мы писали интервью, вот просто история за кадром, у меня аж мурашки, вот мурашки бегали по телу, потому что то, как он рассказывает о этой роли, как он посещал дворец, как ему помогали сотрудники дворца, это стоит того. Опять же, Филипп Кенковский, он как раз сыграл Юсупова и очень много интересности рассказывает о том, как работал над ролью, но и вообще называет Юсуповский дворец своим третьим домом. После места жительства МХАТа, театра, да, и Юсуповский дворец, третий дом. И мне кажется, для наших телезрителей после нашей трансляции, надеюсь, для большинства он тоже станет третьим домом. Трансляция будет вестись около трех часов. Да, это телемарафон, уникальный проект. Это даже на самом деле не так уж много для истории такой семьи, как Юсупов. Это точно. А вы знаете, я не так давно был в Юсуповском, вот дочку водил как раз посмотреть, и у меня был какой-то эффект присутствия, как будто я пришел к этой семье в гости. Вот такое погружение, да, и хожу по их покоям, скажем так. Там везде жизнь. Да, да, вот как это чувство телеканал попробует до зрителя донести, и может быть, есть какие-то места, уголки, предметы интерьера, которые вот вас особенно притягивают. Но я хотел бы добавить то, что если ты такое прекрасное ощущение испытал, то, соответственно, сотрудники дворца все делают правильно. Потому что я водил, например, своих родителей на эту экскурсию, они очень увлекаются историей, так они были поражены, то есть они не хотели оттуда уходить. И такого нет ни в одном другом музее Петербурга, я хочу отметить, да? Ну, можно, конечно, сравнивать, да, но здесь все-таки атмосфера, она стоит того. Мы будем пытаться эту атмосферу передать, и мы ее передадим, потому что мы рассказываем не только о роскоши интерьера, да? У нас подготовлены материалы, материалы, как часики заводятся там, и, не знаю, пройдемся, прогуляемся, узнаем, где... Секретные комнаты. Да, черные лестницы, как гладили белье и так далее. Вот в этих мелочах, на самом деле, тоже наполнена жизнь. Там очень много инженерных новшеств для своего времени в дворце, потому что очень часто люди приходят в Юсуповские намойки, потому как это место убийства Юсупа, Распутина. И кажется, что этим ограничивается привлекательность этого места, а оказывается, не то, что не ограничивается, намного больше, намного более интересных вещей внутри этого дворца, этой волшебной, совершенно роскошной шкатулки хранится. С нетерпением ждем специальный проект в эту субботу в 15 часов в 10 минут, ну и погрузиться в жизнь, в атмосферу дворца можно, наверное, и при помощи звуков. Вот давайте не только заглянем сейчас в прекрасный Юсуповский дворец, но и послушаем, как он звучит.